Всем привет! С вами Ольга Роголева и сегодня покажу новинки 10 каталога Фаберлик, которые я уже получила, попробовала и в общем-то сложилось у меня мнение, могу рассказать. Первое, что появляется, это новые тканевые маски. Стоимость будет бюджетная, то есть каждая маска будет стоить 79 рублей по каталогу и их будет сразу 6 вариантов. Я приобрела себе все 6 и сейчас вкратце про каждый вам постараюсь рассказать. И первая маска, которую я попробовала, это маска обновления с экстрактом алоэ вера. Я ее так не очень аккуратно вскрыла, следующие все я ножничками аккуратненько отрезала. Тканевая маска с экстрактом алоэ вера, депантенолом, бисабололом, обладает мощным восстанавливающим действием, обновляет клетки кожи, восстанавливает целостность кожных покровов, препятствует процессам увядания, кожа лица приобретает заметную упругость, эластичность, выравнивается поверхность и улучшается цвет. Для комбинированной склонной к жирности кожи вот эта вот маска мне понравилась, то есть она дала хороший действительно эффект. Как мы их используем? Очищаем кожу, понятное дело, от макияжа. И вот почему я про это говорю, здесь написано, что рекомендовано наносить эту маску на увлажненную кожу. Я попробовала просто на влажную кожу, то есть когда я умылась, немножечко оставила, ну грубо говоря, не вытерла до конца воду и нанесла маску. И еще я пробовала с кислородным спреем. Мне понравилось и так, и так. Также я попробовала просто ради интереса на сухую кожу, ничего абсолютно не случилось, то есть можно и на сухую наносить, но если наносить на спрей или, например, на кислородный бальзам под маску, то эффект маски будет, конечно, лучше и будет более явно выражен. Вот говорю, вот это вот с алоэ вера мне понравилось, кожа стала такая вот более ровная, более гладкая. Ну, про матовый эффект ненадолго, если только чуть-чуть, и то совсем незначительно. Еще хотелось бы отдельное внимание обратить на размер маски. Я вот специально одну оставила, но я не знаю кому как, мне кажется, что это слишком-слишком много. То есть вот я буквально практически с ушами укрываюсь этой маской, а вот на нос бы хотелось еще немножечко побольше вот этого материала. Потом довольно узкие прорези для глаз, и получается то, что когда наносим маску, она как бы прям приклеивается вся к лицу, у меня вот прямо под глаза тоже она идет. Может быть, которое увлажнение питания, может быть, это хорошо. А вот которые, например, ну вот детокс под глаза, мне кажется, может я ошибаюсь, но мне кажется, что не очень-то. Вот, ну посмотрите, может быть, кому-то такие больше понравятся маски, более широкие. Вот можно прямо вот так вот закутаться вместе с подмородком, вот с этими вот местами. То есть, ну довольно много лица, даже у кого широкое лицо, все равно покрывает. Итак, следующая маска, которая мне очень понравилась, это детокс. Тканевая маска с экстрактом винограда. Кстати, вот здесь вот есть немножечко такой аромат винограда, прям похож. Вот тут, не знаю, какой-то зеленый травянистый, а тут прям виноград. Обладает мягким отшелушивающим действием, способствует активному обновлению кожи, сужает поры, регулирует деятельность социальных желез, тонизирует уставшую кожу, избавляет от серого оттенка, придает ровный и здоровый цвет. После использования маски кожа отдохнувшая, не могу сказать, что там вот поры супер сузились, но, по крайней мере, матовость лица, она продлевается на несколько часов. После использования это радует. Ну и оттенок становится более однородным. Аромат приятный, настроение поднимает, виноградик очень вот это вот понравилось. Следующие маски я буду показывать вместе, потому что, на мой взгляд, здесь, ну, моя кожа получила эффект примерно одинаковый. Первая маска это увлажнение с экстрактом лотоса. Превосходно увлажняет кожу лица, сохраняет молодость, улучшает цвет, насыщает ткани кожи кислородом, гиалуроновая кислота, стимулирует регенерацию кожи, повышает эластичность, упругость. То есть, в общем, после вот этой маски кожа действительно такая вот более увлажненная. И, в принципе, все. Я не могу больше ничего отметить. То есть, вот если маска деток с виноградом явно улучшает цвет лица, то вот после этой просто кожа такая мягкая, приятная, увлажненная. Не более того. У меня, по крайней мере, так. Ну, знаете, благо, что маски стоят всего 79 рублей. Еще можно зарегистрироваться и получить скидку дополнительно 20%. Поэтому я думаю, что каждая сможет попробовать самостоятельно эти масочки. Вот, кстати, там очень много жидкости. Здесь вот я не вылила, и она сейчас капает. Вот, попробовать самостоятельно и оценить эффект. И еще маска с экстрактом инжира. Восстановление. Обеспечивает глубокое увлажнение кожи, сглаживает признаки раннего старения. Гиалуроновая кислота, содержащаяся в маске, активизирует процесс регенерации в коже, улучшает микроциркуляцию и клеточное дыхание, сокращает мимические морщинки. Говорю, вот просто от этих двух масок кожа становится более гладкая, более такая, наверное, упругая и увлажненная. Вот, больше я отметить никаких чудес не могу. Следующая маска лифтинг с экстрактом граната. Эффективно подтягивает кожу, тонизирует ее, улучшает обал лица, предупреждает появление морщин. Благодаря своим антиоксидантным свойствам гранат защищает кожу от стресса и препятствует преждевременному старению. Ну, с первого раза я ничего такого не могу подтвердить и ничего я не заметила. То, что после любой маски кожа сразу выглядит лучше, это факт. Вот, конкретно вот этих вот всех заявленных свойств пока не могу подтвердить. Но здесь нам рекомендуют применять маску 2-3 раза в неделю и для достижения видимых результатов курс применения составляет 2-3 недели. То есть, грубо говоря, нам нужно использовать где-то 6-9 масок вот в этом промежутке, чтобы нам получить желаемый результат. И последняя маска, которая осталась, я ее еще не пробовала. Это маска для лица питания с маслом макадамии. Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли сейчас смысл мне ее пробовать. Я, наверное, ее отдам маме, пусть она попробует. Ну, а я останавливаю свой выбор на двух масках, которые мне понравились очень-очень. Это маска Детекс, то есть вот для комбинированной кожи прямо находка. И еще одна маска обновления. Ну, потом следующая уже идет, наверное, вот эта с инжиром. Ну, потом уже Лотос, потом уже лифтинг и потом уже, наверное, питание. Просто в данный момент моя кожа, мне кажется, лучше будет получить дополнительное увлажнение, нежели питание. Может быть, ошибаюсь, но мне просто так кажется, я так чувствую. Еще шире становится линейка Ботаника. Появляются новые средства по уходу за волосами. То есть у нас и в девятом каталоге сразу несколько линий по уходу для разных типов волос. И теперь еще в десятом. Я взяла себе шампунь 2 в 1, то есть шампунь-бальзам 2 в 1, восстановление защиты для слабых и поврежденных волос. Здесь береза и репейное масло. По аромату что-то такое вот зелененькое, ненавязчивое, с какими-то небольшими такими цветочными отголосками. Попробовала один раз. Вымывается хорошо, но пробовала только в московской воде на даче. Не пробовала, не знаю, как это дело будет вымываться. То есть в более жесткой воде хорошо вымывается. После использования могу расчесаться, хотя обычно это редкость. То есть волосы сильно не спутывают, но не могу сказать, что вот прям вот вообще идеально, без проблем. Все равно хочется чем-то попшикать кончики, чтобы были более такие гладенькие, скользкие такие. И вторая линейка это яркость и шелковистость для окрашенных и милированных волос. Клевер и гранат. Здесь аромат зеленый такой, с небольшой цветочной ноткой и какая-то кислинка присутствует. Попробовала сегодня первый раз. Пока не знаю. Вот если серия с кедровым маслом, мне свежести головы хватает на три дня. В прошлом видео я показывала. Вот это мне хватило на два дня. То есть на третий можно ходить, но уже что-то не очень как-то. Вот. То это пока не знаю. Я сегодня первый раз попробовала. Нравится, что блестит. То есть вот от этих средств блеск дополнительный, больше выражен, нежели от того шампуня с кедровым маслом. И вот от этого. Ну, по крайней мере, на моих волосах. Так вот все хорошо, быстро вымывается. Шампунь отлично пенится. Весь шампунь вообще, который я попробовала. И бальзам, он такой жидкий, хорошо наносится, распутывает волосы. Видите, они такие, они не сухие. То есть они, не знаю, такие вот прямо живые, очень приятные. И я так думаю, что по 79 рублей по цене каталога это отличный вариант бюджетного ухода за волосами. И еще в линейке Ботаника появляется неимоверное какое-то количество гелей для душа. И тоже стоимость такая же 79 рублей. Первый, про который расскажу, это кедровые орехи и ежевика. Прозрачный гель, заявлен он как двойное увлажнение. Я не знаю, как насчет двойное, но то, что он кожу не сушит и после него даже не хочется ничего нанести, если у вас нормальная кожа, это точно. Ежевики я тут не чувствую. Здесь, ну вот, что-то связано с сосной, с елкой. Вот какая-то хвоя присутствует. И, на мой взгляд, все. Объем у всех гелей 250 миллилитров. Поэтому, я так думаю, что можно пробовать разные варианты. Следующий гель для душа фиалка и мелиса. Здесь по аромату какая-то, не знаю, зеленушка и цветы. Даже немножечко на лаванду чем-то похоже, но чуть-чуть не то. В общем, такой аромат, ну, на мой, например, взгляд, ну так, нормально. Можно пользоваться, но именно от этого я не в восторге, честно говоря. А вот следующий гель мне понравился. Пион и черная смородина. Аромат просто, ну, на мой взгляд, обалденный. Пахнет цветами. Такой вот, как будто попал в цветущий сад. Там, где такие огромные пионы. И небольшие отголоски ягодные, именно смородины. Вот мне нравится такой аромат. Мне он приятен. Я с удовольствием буду вот этим гелем пользоваться. Так, сейчас. Следующий аромат не мой. Точно не мой. Я взяла все просто, чтобы, ну, понять, что, как пахнет, вам рассказать. И я так думаю, что гелем для душа применение в любом случае всегда найдется. Даже если аромат немножечко не ваш. Это гель для душа глубокое питание, облепиха и календула. Но вот если посмотреть на все эти гели и вот это глубокое питание. Сейчас я вам показывала пион и смородину гладкости, сияния. До этого двойное увлажнение. Я вот разницы между ними всеми на своей коже не вижу. То есть просто гель самый обыкновенный не сушит кожу. Все нормально. У меня ощущение, что здесь просто разные ароматы и разные именно вот оттеночки, может быть, у некоторых гелей. Не более того. Здесь конкретно ощущается облепиха и немножечко цветов. Но я не особо люблю, честно, запах облепихи. Поэтому, если вам нравится, то вам обязательно этот гель придется по душе. Мне просто сама по себе облепиха не особо приятна. Следующий гель для душа нежность и шелковистость, вишневый цвет и хлопок. Здесь очень нежный аромат. Какой-то цветочный и при этом совсем не навязчивый. Тоже неплохой, приятненький такой. Я так думаю, что пойдет в ход. Вот этот вот интересный аромат. Клюква и имбирь. Мне он сначала не особо понравился. Мне показалось, вообще какой-то газировкой пахнет. Потом я попробовала его именно когда в душе нанести на тело. Интересно. То есть имбирь такую пряность придает. Клюква небольшую и кислинку. И в целом вот очень даже гармоничное получается сочетание. То есть я уже свое мнение переменила. Сначала показалось что-то фу. А сейчас прям понравилось. С удовольствием пользуюсь. Следующий гель для душа мягкость и комфорт. Ромашка и овес. Здесь аромат напоминает даже больше не ромашку, мне кажется, а липу. То есть вот какое-то цветение, когда деревья цветут, вот примерно такой. Тоже неплохо. Такой довольно универсальный, я бы сказала. И вот этот мне очень понравился. У меня его уже дочка сказала, что это ее будет. Примула и можжевельник. Он заявлен как упругость и эластичность. Здесь аромат немножечко сладковатый. То есть такой вот цветочный. Но насколько я знаю, можжевельник это хвойное вроде бы растение. Но тут вот я никаких отголосков не слышу. То есть если, например, вот в этом геле конкретно ощущается какая-то вот смола, как будто сосна, я не знаю, шишки, но вот что-то такое хвойное, то здесь нет. Просто какие-то сладенькие такие приятные цветочки. И все, вот все гели, я не могу сказать, что они очень насыщенные и надолго оставляют аромат на теле. То есть вот ты принял душ, все это хорошо дело вспенилось, отлично смываются, кожу не сушат, но долго на теле не остаются. Ну на самом деле то, что они быстро выветриваются, наверное, даже плюс. Потому что можно потом наносить любой парфюм, любое молочко для тела, и это все не будет на вас смешиваться. Следующая новиночка это бальзам для рук и ногтей из линейки Pro Rookie. Я его ждала. Раньше был такой в серии кислород с маслом Макадами, если я не ошибаюсь. И точно такая же вот прямо баночка, все было такое, но немножечко он не то. Бальзамчик имеет белый цвет, вот так вот если в банке смотреть, то текстура довольно плотная. Я немножко вот нанесла на палец. И смотрите, если мы переносим на кожу, видите, он уже не такой плотный. То есть если сравнить с тем средством, которое было, кислород, он был такой более жирненький, и с ним можно было делать маски, его можно было оставлять вот именно, чтобы кожа напитывалась, то здесь с этим бальзамом такого нету. То есть вот мы его нанесли на руки, он быстренько впитался, и можно пользоваться вообще в течение дня как кремом, и на ногти, и на кутикулу. И по поводу аромата. Я обычно к крему вообще не придираюсь, да, то есть какой там аромат, мне главное, чтобы эффект. Если вот так вот из банки понюхать, то практически аромата никакого нету. А вот после нанесения на кожу, я даже не знаю, вот неприятный. Мне неприятно на самом деле. Хорошо, что он недолго держится, но и особого удовольствия, вот например, как тот бальзамчик для рук и ногтей, к сожалению, он мне не доставил. На самом деле немножечко жаль, потому что я рассчитывала на другой эффект, на другой аромат, и это средство все-таки не то, как было представлено раньше в линейке кислород. Я для себя покупку такую повторять не буду. Этот я использую, конечно, потому что он на дневное применение то, что надо, быстро впитывается, ну и все, наверное. Еще в новинках появляется крем, восстанавливающий против растяжек в линейке Эксперт. И он идет объемом 75 миллилитров. Ну, мне на самом деле вот этого тюбика хватит точно ненадолго, хотя в инструкции написано, наносите крем легкими круговыми движениями на кожу бедер, ягодицы, живота и груди один раз в день. Повторять до заметного уменьшения растяжек. Я попробовала нанести на все вот эти участки, кроме груди, но еще прибавила руки вот эту вот часть. И, ну, пока прошло два дня, понятное дело, что у меня результатов никаких нет. Тут вначале масло Макадамии здорово. Ну, то есть я думала, что это будет такое что-то жирненькое, питательное. На самом деле довольно легкую текстуру имеет этот крем. Хорошо впитывается быстро, кожа становится сразу прямо очень мягкая, гладкая. И нету никакой липкости. То есть я вот переживала, что сейчас в жару придется каждый вечер вот так вот ходить по квартире, ждать, пока все это впитается. Нет в этом плане проблем никаких. То есть вот прямо все очень здорово впитывается. Первые впечатления от использования этого крема у меня положительные. Посмотрим, что будет дальше. Сократятся ли действительно растяжки, которые уже имеются и предотвратится ли появление дальнейших, не знаю. И еще меня очень волнует вопрос, насколько мне хватит этого тюбика. Ну, просто всего 75 миллилитров, это так мало. Я не читала в каталоге, когда заказывала. Я почему-то думала, что это же, ну, 100 хотя бы мне дадут. Но нет. Так что подписывайтесь на мой канал. В следующих видео я обязательно расскажу о результатах, есть они или нет. Ну и, соответственно, если я буду повторять эту покупку, то значит все мне понравилось. И на сегодня это все, что я вам хотела рассказать. Больше я пока ничего еще не успела приобрести и попробовать. Под видео в инфобоксе вся полезная информация, а также ссылка для получения скидки на все эти товары. С вами была Ольга Рогалева. До новых встреч и всем пока!